Банк РНКБ в течение трех лет обещал выступить на форуме. Как говорится, обещанного три года ждут. Вот мы перед вами. Когда стали делать презентацию, обратили внимание на то, что это не просто презентация о банковском бизнесе в Крыму. Это три года жизни, которые были потрачены и потрачены не впустую на создание первого банка в Крыму. Сейчас с Крымом такая ситуация сложилась, что кто-то об этом не слышал, как работает банковская система. И первый вопрос, когда гости прилетают в Крым, они задают, а где здесь Сбербанк? Ну, к сожалению, Сбербанка в Крыму нет, а может быть и к счастью. Но в Крыму есть РНКБ. Итак, как это было? В марте 2014 года практически в один день все банки, которые работали на территории Крыма, прекратили свою деятельность. Что осталось? Не осталось ничего, кроме огромных очередей из клиентов, которые хотели получать какое-то банковское обслуживание. 31 марта банк РНКБ открыл первые 11 отделений в Крыму. Мы в общем объединили более 16 банков на базе РНКБ. Но первые наши два продукта, которые мы предлагали нашим клиентам, это был текущий счет и депозит. Больше у нас ничего не было. Уже в 2014 году мы запустили кредитование населения, мы открыли 250 операционных офисов. Мы практически приблизились к цифре 300. Такой план мы себе тоже ставили. И чтобы вы понимали, как это происходило, мы в неделю открывали 10 отделений. Сложно это или легко? Наверное, те, кто этим бизнесом занимался и открывал офис и знают. У нас родилась такая шутка, что если бы не было санкций, мы, наверное, попали бы в Книгу рекордов Гиннеса. Но, к сожалению, пока этого не произошло. В 2015 году мы создали полную линейку продуктов и достигли 1 миллиона клиентов. Получилось так, что каждый экономически активный житель Крыма стал нашим клиентом. В 2016 году мы стали банком со стопроцентным госучастием и стали лидерами по эмиссии карт МИР в Российской Федерации. За что большое спасибо коллегам. В зале я вижу очень много партнеров, друзей, коллег, кто участвовал в этом проекте и помогал информационно, технически или просто добрым дружеским советом. Спасибо огромное. Естественно, не все так просто, как сейчас кажется, оглядываясь на три года назад. Существует такой факт, что если дерево не обдувается ветром и не испытывает нагрузки, оно становится ломким и в конечном итоге умирает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова